Библиотеки рог на воскресенье 31 октября 2021 года. Тема. Неприходящее взыскание. Золотой текст. Иов. Счастлив человек, когда его Господь поправит, не отвергая поучений всемогущего. Ответное чтение к евреям. Ибо Господь взыскивает строго с тех, кого любит, и наказывает тех, кого принимает сыновья. Терпите же невзгоды, как наказание Божие. Они доказывают, что Бог обращается с вами, как с сыновьями. Ибо какого же сына не наказывает Отец? Если вас не наказывают, как наказывают сыновей, то вы незаконные дети, а не истинные сыновья. Мы не любим, когда нас наказывают. Нам это неприятно. Но позже те, кто был научен наказаниями, пожинают мирную жатву праведной жизни. Вы ослабели, так окрепните же снова. Живите праведно, чтобы спастись, и чтобы ваша слабость не стала причиной вашей погибели. Человек, Господь сказал тебе, что есть добро. Вот что Господь хочет от тебя. Действовать справедливо, любить милосердие и жить смиренно перед Богом твоим. Псалтырь Тот человек благословен, кто грешников не просит о совете, кто не идет дорогу и греха, не чувствует себя как дома среди неверующих в Бога. Добрый человек и чтит, и любит все законы Бога, и днем и ночью думая о них. Лишь этот человек исполнен силой, подобно дереву на берегу реки, плоды которого не знают опоздания, листва которого не опадают. Такой лишь человек во всем успешен. Не так межбеззаконны, а не как шелуха, влекомая ветрами. Когда все добрые сойдутся для суда, они осудят грешников, и те получат наказание по заслугам. Поскольку добрых, Бог хранит всегда, и грешников уничтожает. Третье царство На 38-й год царствования Асы, царя Иудейского, Ахав, сын Амрия, стал царем Израиля. Ахав, сын Амрия, творил зло перед Господом еще больше, чем те цари, которые были до него. Мало того, что он совершал те же грехи, что и Иеравам, сын Навата, он еще и женился на Изавеле, дочери Ефаала, царя Сидонского, и стал служить Ваалу и поклоняться ему. Он поставил Ваалу-алтарь в храме Ваала, который построил в Самарии. Ахав также сделал специальный столб для поклонения Ашере, и более всех других израильских царей, бывших до него, делал то, что гневило Господа Бога Израиля. Илья из города Тишбе, в Галааде, сказал Ахаву, «Так же верно, как жив Господь, Бог Израиля, которому я служу, несколько лет не будет здесь ни росы, ни дождя. Дождь пойдет только, если я прикажу». В то время Господь сказал Илье Ефесвитянину, Илья был пророком, «Пойди навстречу Ахаву, царю израильскому, который правит в Самарии». И пошел Илья к Ахаву. Ахав сказал Илье, «Ты снова нашел меня, ты всегда против меня». Илья ответил, «Да, я снова нашел тебя, ибо ты посвятил свою жизнь тому, чтобы грешить против Господа». Так говорит Господь, «Я уничтожу тебя. Я сделал это за то, что ты прогневил меня и ввел народ Израиля в грех». Когда Ахав услышал эти слова, он разодрал свои одежды, оделся в траурную одежду и объявил пост. Он спал в своей траурной одежде и был очень опечален. И сказал Господь пророку Илье Ефесвитянину, «Я вижу, что Ахав смирился передо мною, поэтому я не наведу на него бед, пока он жив». Псалтырь «Почему народы мира пышут злобой? Зачем тщеславные вынашивают планы? Цари их вместе сплачивают силой бороться против Бога и Его помазанника? Говорят они, восстанем против Бога и Его помазанника, сбросим их оковы». Но Царь Небесный, наш Господь, смеется над этими людьми. К ним, обращая свой упрек и гнев, он говорит, «Так будьте мудрыми, цари, не забывайте правители об этом и в страхе служите Богу нашему». Кримлина «Да, я знаю, что добро не живет во мне, в моей грешной природе. Желание совершать праведные поступки всегда со мной, но я не совершаю этих поступков. Ибо не творю я добро, как мне хотелось бы, но вместо этого творю я то самое зло, которого не хочу совершать. И я совершаю те самые поступки, которые не хотел бы совершать. Но на самом деле это не я поступаю так, а грех, живущий во мне. «Духом Своим я с ликованием принимаю закон Божий. Но я вижу, что закон, которому подчиняется мое тело, враждует с законом, которому принимает мой разум. Тот закон, которому подчиняется мое тело, закон греха, и этот закон превращает меня в своего узника. Это ужасно. Кто спасет меня от этого тела, которое несет мне смерть? Бог спасет. Благодарение Ему через Иисуса Христа, Господа нашего. И вот разумом я служу закону Божьему». Первое царство. Бог смотрит не так, как смотрит человек. Люди смотрят на лицо, а Господь смотрит на сердце. Псалтыр. «Даже львы молодые от голода могут истаять, но ищущий Господа в благе не сдают нужды. Как Бога любить, я хочу научить вас. Послушайте, дети мои. Кто ждет добрых дней, кто из вас любит жизнь, воздерживайтесь от злословия и не допускайте лжи. От зла отвернитесь, творите добро, к миру стремитесь, трудитесь во имя Его». За праведными Божий око следит и слух его к их мольбам. От злых отворачивается Господь свой лик и память о них с земли стирает. Зовут его праведные, и Господь от всех неудач избавляет. Господь близок к тем, чья гордость утрачена, и к тем, чей подавлен дух. Бывает у праведных много проблем, но Бог от них избавляет. Он все кости праведного хранит, не даст ни одной поломаться. Но грешника зло убьет, а враг праведника погублен будет. «Слух свой спасает Господь, кто ищет спасения в нем, не будут осуждены. Те, кого поправляешь ты, рады, ибо учишь своим законам их». Из книги «Наука и здоровье» с ключом к Священному Писанию, учебника целителя, написанной известной целительницей Мэри Беккер Эдди. Конечная цель Замесел любви – исправить грешника. Если наказание грешника в этой жизни будет недостаточным, чтобы его исправить, то рай хорошего человека станет адом для грешника. Божественная наука раскрывает необходимость достаточного количества страданий либо до, либо после смерти, чтобы угасить любовь к греху. Попытки избежать наказания не соответствуют Божьему управлению, поскольку справедливость – это служанка милосердия. Мотивы принимаются во внимание. Наши суды рассматривают свидетельские показания с целью установить как мотивы, так и сам факт совершения преступления. Разве не ясно, что человеческий ум управляет телом, заставляя его совершать злодеяние? Разве не смертный ум тогда является убийцей? Рука, лишенная управления смертного ума, не может совершить убийство. В каждом случае преступником является смертный ум, а не материя. И человеческий закон правильно определяет преступления, а суды справедливо выносят приговоры в соответствии с мотивами преступлений. Верование в жизнь материи грешит на каждом шагу. Оно навлекает на себя божественное недовольство и готово убить Иисуса Христа, чтобы избавиться от потревожившей Его истины. Материальное верование всегда готово убить духовную идею, где бы и когда бы она ни появлялась. Хотя заблуждение прикрывается ложью и оправдывает свою вину, оно не может прятаться вечно. Непреложные законы истины разоблачают заблуждение. Истина заставляет грех выдать себя и помечает заблуждение печатью зверя. Наказывается даже сама склонность оправдывать и утаивать вину. Если избегать справедливости и отрицать истину, то это приведет к продолжению греха, продлит преступление, поставит под угрозу способность владеть собой и сведет на нет божественное прощение. Освобожденный злодей Тот, кто, подобно сбежавшему преступнику, пользуется своей высокоразвитой ментальной силой, чтобы, как только представится случай совершать новое злодеяние, тот никогда не будет в безопасности. Бог арестует его. Божественное правосудие наденет наручники на него. Его грехи станут гирей на шее, влекущего в бездну позора и смерти. Грешник, творя зло, создает свой собственный ад, а праведник, творя добро, создает свой собственный рай. Благодатное присутствие Смертные должны следовать наставлениям Иисуса Христа и примеру Его исцелений, которые берут плоть под свой контроль. Совершенный, бесконечный, воцарившийся разум – это и есть рай. Злобные верования, берущие свое начало в смертном уме – это ад. Грех уничтожается страданием. Страдания, пробуждающие смертный ум от его плотского сновидения грезы, предпочтительнее, чем ложные удовольствия, которые способствуют продлению этого сновидения. Один только грех приносит смерть, потому что грех – единственный элемент разрушения. Разоблачайте грех, не веря в его реальность. Разоблачайте и облючайте притязания зла и болезни во всех их формах и проявлениях, но не признавайте за ними реальности. Грешника нельзя исправить одним только уверением, что он не может быть грешником, потому что греха не существует. Чтобы заставить замолчать притязания греха, необходимо распознать эти притязания, сорвать с них маску, показать их иллюзорность и таким образом одержать победу над грехом, доказав тем самым его нереальность. Исправление приходит с пониманием того, что удовольствие в возле недолговечно, и с обретением любви к добру, как тому учит Христова наука, которая открывает вечный факт, что ни наслаждение, ни боль, ни вожделение, ни страсть не могут существовать в материи или исходить от него, в то время как божественный разум имеет право уничтожить и уничтожает ложное верование в наслаждение, в боль или страх и во все греховные вожделения человеческого ума. Образ зверя Какое жалкое зрелище представляет собой злоба, находящее удовлетворение вместе. Иногда зло бывает высшим понятием человека о справедливости, пока его способность к добру не вырастет и не станет сильнее. Тогда зло больше не будет доставлять ему удовольствия, а станет его мучить. Для того, чтобы избежать страдания, вызванного грехом, надо перестать грешить. Не существует другого пути. Грех – это образ зверя, который должен быть стерт из паренной мучительной боли и яростной борьбы. Это нравственное безумие, которое, бурно протестуя, несется во мраке. Моральное мужество Страх перед наказанием никогда еще не делал человека по-настоящему честным. Для того, чтобы бороться с неправдой и возвещать правду, необходимо моральное мужество. Но как исправить человека, у которого больше животной храбрости, чем моральное мужество, у которого нет правильного понятия о добре? Обращаясь к сознанию смертного человека, убеждайте его, что он совершает ошибку, стремясь достигнуть счастья материальными средствами. Здравый рассудок – самая активная способность человека. Пусть он просвещает чувства и пробуждает дремлющее сознание нравственного долга, и постепенно человек поймет ничтожность наслаждения человеческих чувств и величие и блаженство чувства духовного, которое заставляет замолчать материальные телесные чувства. тогда он не только будет спасен, но уже спасен. Правильные усилия возможны. Если вы верите в зло и совершаете его сознательно, вы можете сразу же изменить свой курс и начать поступать правильно. Материя не может противиться правильным усилиям, направленным против греха или болезни, потому что материя инертна и неразумна. Не верьте в любую предполагаемую неизбежность греха, болезни и смерти, зная, как вам следовало бы знать, что Бог никогда не требует повиновения так называемому материальному закону, потому что такого закона не существует. Верование в грех и смерть уничтожается Божьим законом, который есть закон жизни, а не смерти, гармонии, а не разлада, духа, а не плоти. Возмездие и раскаяние Пусть истина раскрывает и уничтожает заблуждение Божьим собственным путем, и пусть человеческое правосудие следует примеру божественного. Грех сполна понесет свое наказание и за то, чем он является на самом деле, и за то, что он творит. Справедливость помечает грешника и учит смертных не избегать Божьих путеводных ориентиров. Светлая перспектива Благотворное вразумление любви помогает нам продвигаться вперед таким вехам науки, как праведность, мир и чистота. Видя бесконечные задачи истины, мы приостанавливаемся в ожидании Бога. Затем мы спешим идти дальше, до тех пор, пока незнающая предела в мысль не будет восхищена и ничем не ограниченное окрыленное понимание не вознесется в божественной славе. Аминь. Аминь. После того, как вы нажали Подписаться, нажмите на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео на электронную почту. Выберите Получать все уведомления и нажмите кнопку Сохранить. Спасибо за поддержку. Продолжение следует...